Звукозаписью 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 Зовут меня Александр и студия моя называется C Records В общем начал я звукозаписью заниматься с 2008 года по-хорошему когда просто Взял, нет, сначала я поработал на заводе месяц, расфасовывал кока-колу, на первую же зарплату мне хватило на оборудование, я купил оборудование и стал записывать. Записывал только свои песни и выкладывал их в интернет, и мне люди задавали вопросы, а где ты, на какой студии ты записывал? Я говорю, да дома записывал. В общем, пришел ко мне Никита Зобычев, он пришел и говорит, вот можно песню записать? Можно. Записал свою песню, говорит, сколько с меня? Я говорю, блин, я тогда этим не занимался, и вообще даже у меня не было такой цели заниматься звукозаписью, еще за это деньги получать. Впоследствии, конечно, мы с ним стали дружить, вообще с Никитой до сих пор дружим, и от него очень много-много клиентов пошло, и основная моя реклама – это сарафанное радио. Люди слушают, люди спрашивают, где было записано, и идут. А много рэперов приходит? Или рэперы все-таки не целевая площадь? Нет, рэперов приходит очень много. Потому что для того, чтобы читать рэп, как говорят иногда, нужно иметь рот только, больше ничего. Конечно же, пока не идеально все здесь, есть к чему стремиться. Есть список того, что мне нужно здесь улучшить, и периодически я музыкантов спрашиваю, что им не хватает. Вот там, мне нравились наушники, поменял наушники сейчас. Проекты, которые есть у меня на стороне – это и работа над фильмом режиссера Дмитрия Сентябрёва. Очень мне нравится, никогда я этим не занимался. Сейчас мы с ним сидим, разбираемся там, смотрим всякие голливудские фильмы, как там все это сделано, сведение фильма. Я этим сейчас, ну, мне это нравится. Я Дмитрий Сентябрёв, оператор. Сейчас уже перехожу больше в область режиссуры. Интересно, потому что это. Свой первый фильм снял давно. Мы работали тогда в большой команде. Малеку, если слышали, такой арт-фэшн фильм, вот. Такой самбурный, там что-то ничего не понятно. И тут пришло время замахнуться на что-то большее. Я подумал, что пора уже сделать какой-то полнометражный проект. Когда уже встал вопрос над озвучиванием героев фильма, вот. Сашка тут написал, говорит, я тут переехал, короче, у меня тут новая студия, приходи в гости. Я говорю, окей. Зашел, ну, Сань, давай запишем. Че мы, тормозим-то? Ну, так и пошло вроде. Привет. Меня зовут Наташа Павлова. Я гитаристка, музыкант, немножко блогерша. У меня музыкальный блог. Просто приглашаю туда различных певцов, именно певиц. Вот у меня такая аудитория моего блога. Я, соответственно, беру у них небольшое интервью об их деятельности. И, соответственно, потом играем под акустическую гитару их песня. И, как бы, вот в этом весь блог. А я маме сказала, хочу на скрипке играть вот так. Но со скрипкой не сложилось, к сожалению. Это было с СССР. Был развал, денег ни у кого не было вообще. Там на хлеб-то еле наскребали. Поэтому какая там скрипка, мне мама сказала, иди ты со своей скрипкой хлеб бы купить. И сидела я как-то дома. Дима, ну мы просто с Димой относительно недавно снимали вместе квартиру в соседних комнатах. И я сидела дома в своей комнате, играла песню. Он ее услышал и говорит, а что это за песня? Я говорю, ну, я ее играла, записывала, там, аранжировку пыталась делать. Он говорит, что за песня? Я говорю, ну это моя песня, я лет 10 уже старинная вообще. Я еще играла ее с первой группой, которая у меня здесь была, ну, в Твери. Вот. И он говорит, ну-ка сыграй мне ее полностью, типа, от и до, я текст хочу послушать. Я сыграла. Он говорит, слушай, давай она будет саундтреком в моем фильме, потому что она просто копейку вот про то, что, про то, о чем фильм, да? То есть она очень туда прям вписалась. Я ему записала дома, она играла на гитаре, спела. И он подставил ее в фильм, и она прям вот легла как надо. Я еще такую слезливую, там, гитарку придумала, чтобы все рыдать будут. Вот. И, собственно, Дима говорит, все. Классно. Запишем у Саши. Вот. И мы пришли к Саше. Ну, может, недель на пусть. Сейчас, ну, не хорошо, наверное. Ну, конечно. Зачем ты освободил? Ну, просто. Спасибо. Игорь Негода. Продолжение следует...